Музыка Я вот сказал так, словами Высоцкого Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк То есть, философия такая Не жди никогда, что тебе кто-то принесет что-то на блюдечке с голубой каемочкой Есть возможность, сделай сам Нет возможности, значит, каким-то образом приспосабливайся к тем условиям, в которых ты попал За время, я вот сейчас постоянно езжу в Уфу Да и раньше, и в Иркутске я встречал людей, которые со своими болячками Они сели на шею Жене, родителям, детям Так нельзя Я считаю, что категорически так нельзя Но и не хочу осуждать этих людей Потому что каждый выбирает, видно, какую-то, наверное, свою дорогу Но я считаю, что все равно жить надо веселее И смотреть на проблемы проще И надеяться на себя и на своих близких Когда ты теряешь ориентиры, нужен друг Когда ты теряешь зрение, поддержка необходима особенно и особенная Ведь мир, который человек знал, больше не существует и в нем нужно учиться жить заново В России инвалидов по зрению около 300 тысяч В Зиминской местной организации Всероссийского общества слепых состоит 256 человек 34 из них саенцы Зиминская организация Это довольно широкая по территории То есть к нам относятся, начиная от Балаганска, Заларей И кончая Куйтуном Все это относится к нам К Зиминской местной организации Но сказать, что, допустим, это достаточно молодой контингент по возрасту, нет Наоборот, у нас преимущественно это люди, которым за 60-70 лет То есть молодых не очень много Но это не говорит о том, что их молодых мало с проблемами зрения Молодые, они как-то психологический барьер перейти, чтобы вступить в наше общество Довольно-таки сложные Я по себе это знаю, потому что я в это общество пришел тоже далеко не сразу То есть у меня был достаточно длительный период, когда я варился, грубо говоря, в своем соку Ослепнуть можно из-за любой трагической случайности Никто из нас не застрахован от этого Незрячий человек может неплохо трудиться на производстве в интеллектуальной сфере Обслуживать себя в быту, ориентироваться в пространстве Но для всего этого нужна элементарная тактичная помощь зрячих Немаловажное общение инвалидов по зрению, их участие в различных спортивных мероприятиях и творческих конкурсах Это дает только одно Общение с людьми, у которых такие же проблемы Это общение, которое дает какой-то эмоциональный заряд бодрости, какого-то хорошего настроения Ну еще что-то такое Но это чисто такие вещи, которые в кошелек не положишь Слепые обладают внутренним зрением У них хорошо развита интуиция, тактильные ощущения Считает энергичная и неунывающая Вера Токарева А еще, отмечает она, многие слабовидящие обладают особенной энергетикой Умеют лечить людей и животных Вообще проблемы со зрением начались у нее в детстве Родилась Вера в марте 45-го Видимо, сказалось на здоровье скудное питание Однако это не помешало Вере окончить институт, работать и вести активную деятельность Родить твоих детей Пока позволяло здоровье, увлекалось и нагорным туризмом и прочими спортивными дисциплинами По сей день занимается рукоделием, пишет стихи Многие люди, мир невидящие, но острочувствующие, принимают особенную жизненную философию У каждого она своя Мне близкой буддизм стал Буддизм это, в общем-то, хотя и говорят вроде религия, но мне кажется, это больше философия То есть живи здесь и сейчас Не осуждай и там, и тут, если в той религии, здесь философия Наверное, вот это Больше начинаешь понимать мир, людей К вселенной не так относишься Другое видение Но это, в общем-то, близко мне, но не всегда всем понятно Сейчас наметилась очень неприятная тенденция Последние годы увеличивается число инвалидов по зрению молодого трудоспособного возраста К тому же, при повторном освидетельствовании увеличивается доля инвалидности Это говорит о недостаточности мер по реабилитации слабовидящих Стоит учитывать уровень жизни, экологию Очень трудно быть Идет, по крайней мере, как у них, не знаю Но вот я, все ухудшается, ухудшается зрение Страх вот этот превалирует Наверное, у всех он так Как у других, не знаю А страх почему? Страх Страх, что я Ну, страх, что Упаду, что я не знаю, куда идти Что я не могу увидеть Витрины эти Для колясочников, слава богу, стали делать пандусы Ну, пандусы делают такие Под 40 градусов Вот С них, если пойдешь, то Ты катишься С ослабленным зрением По лесенкам чаще всего ты лесенок не видишь Среди слабовидящих немало людей талантливых Кто-то занимается резьбой по дереву Кто-то прекрасно поет Другой удивляет рукоделием Но со стороны окружающих Им важно хорошее к ним отношение Не жалость, а уважение И общение на равных Разные отношения есть В магазин заходишь Спрашиваешь Вы что, не видите? Ну, у меня не написано, конечно Что я слепой на это Но я же с палочкой хожу А я без палочки Да, вот люди без палочки ходят То есть, вот, понимаете Это ведь И причем я бы понял Что я бы ее там отрывал От каких-то там Мировых проблем Которые она решает в это время Нет Просто это вот Это отношение к людям 13 ноября во всем мире Отмечается Международный день слепых Цель которого Привлечь внимание К проблемам тех Кто потерял зрение Дата выбрана не случайно 13 ноября День рождения Валентина Гаюи Французского педагога На собственные средства Открывшего первую в мире Школу для незрячих детей Международный день слепых Во многих странах мира Проводится мероприятие Направленное на помощь Слепым и слабовидящим И повышение качества жизни Этих людей Я поздравляю всех Своих товарищей Которые в нашем обществе ВОЗ Желаем здоровья Удачи И наверное терпение И благополучие А еще гармония Гармония со всем С собой С окружающими С природой Ну и всем другим Не ВОЗ А всем остальным людям Желаю гармонии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова